всем дорогие друзья привет и сегодня мы поиграем в игру в киев метро мастерс собственно смотрите что у нас имеется мы сегодня будем пробовать режим пассажиром заходим во вкладочку токенс ну и смотрите buy for eight dollars да ну мы покупаем и в принципе мы можем бы на любую станцию метро опять-таки попасть собственно к разработчику предложения все-таки переделать стандартные андроидовские кнопки то есть инструмент андроидовский стандартный натянуть куда получается какое-то оформление потому что но это немножко старых выглядит и все таки ну как бы номерация давайте подождите я назад вернусь смотрите старт да вот то есть у нас линии называется red green blue и собственно да когда мы заходим в токенс здесь тоже хотелось бы все-таки какое-то более визуальное это более визуальную составляющую видите они просто ориентироваться по тексту по тексту ориентироваться честно говоря вот здесь очень неудобно то что по факту мы не можем видеть именно где что с чем мы взаимодействуем почему даже вот здесь кнопки есть а тут просто используется стандартный андроидовский материал который но в принципе я понимаю как он выглядит и как он взаимодействует вот ну то есть конечно здесь сыровато вот но мы все-таки давайте покатаемся на красной линии сегодня пару станций проедем посмотрим на режим пассажира так как сам разработчик рекомендовал к просмотру я не знаю конечно направление насчет направления можно ли в одно направление только либо в два направления скорее всего в одно потому что я что даже не помню чтобы вот здесь можно было как-то менять направление вот так вот вот ну в принципе сверху мы видим то что написано это линия выбранная находится сейчас в разработке то есть но и даже мы здесь видим внизу что это бета-версия 101 вот в любом случае она сделан добротно не знаем кто писал комменты что версия как бы содержит какие-то баги ну давайте ладно приступим пару станции давайте дарница вот и нажмем ok пройдемся и смотрите как бы здесь ничего такого особенного нету в этой игрушки да просто хотел вам показать о том что вы можете также пользоваться этим режимом режимом пассажира но по всей видимости скоро прибудет поезд понятия не имею что это за подвижной состав будет вот хотя катался за кадром был получается ека м если я не ошибаюсь по факту сейчас наверно тоже судя по звукам так двери открывать смотрите мы можем зайти спокойно вот на эту кнопку нажимаем и мы можем перемещаться по вагону так подождите где вот смотрите я все-таки пожалуй чуть потише сделать потому что меня и вообще не слышно будет вот но смотрите я могу реально перемещаться по вагону и смотреть какой интерьер в вагоне ну хочется сказать про то что здесь кресло также оранжевое ну понятное дело по и к ему вот давайте теперь можно звук погромче сделать даже вот смотрите 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 то есть можно ехать реально это довольно интересно конечно вот эту кнопку и не знаю что она значит так по всей видимости эта кнопка посмотрите эта кнопка мы за поручень получается беремся то есть достаточно интересно проработано сейчас мы посмотрим дальше нас тормозит поезд ну в принципе смотрите да то есть проехаться пассажиром довольно будет интересно поехали дальше вот на следующую станцию я хотел бы посмотреть как она реализована в этой игре можно сказать по этой причине я и начал станцию из этой станции груда хотел так сказать вот но меня кнопочка была только здесь что можно было взяться за поручень интересно интересная возможность то есть опять-таки неплохо реализовано конечно понятия не имею что вот внизу за вот эти вот за момент такие и верху возможно какие-то тоннели специально не знают горя напишите в комментариях то шарит есть мы можем ладно пройтись по вагону здесь тоже можно взяться за поручень а давайте попробуем выйти наверно с вагона непосредственно подождем посмотрим если возможность подождать здесь следующий подвижной состав и что это приедет вообще так ну по всей видимости кто-то держал двери и что-то было похоже на имитацию переигрывания дверей неплохо то что красный свет был у поезда вот красные фары задние вот это была неплохая реализация смотрите за показанием светофора сигналка по всей видимости 1 к 5 вот был красный светофор сейчас красно-желтый должен просто сейчас быть желтым если все будет четко да это все нормально проработано в этой игре и собственно сейчас желтый зеленый и потом зеленые и да посмотрим как она реализована будет и какой состав приедет следующий интервальные часы хрень полная потому что должны заработать желто-синий это что-то интересное наверное либо какая-то слишком киевская тема да смотрите другой состав приехал а давайте подождем еще один поезд посмотрим что еще приедет это по всей видимости я не знаю что даже приехала либо это номер я что-то уже не припомню даже вот чё это было вот потому что я не катался за кадром недавно смотрите поезд выдержку делает большую вот но мне интересно посмотреть что следующее приедет ну по всей видимости это какой-то номер но по звукам опять же хрен скажешь и почему сразу светофор красно-желтый не понятно ладно тоже такие мелкие придирки но понимаю что на скриптах это довольно сложно описать поэтому все равно респект за хоть какую-то реализацию вот смотрим ждем следующий подвижной состав что приедет посмотрим если будут приезжать различные подвижные составы это классно но просто я уже начинал как-то за кадром не знаю либо это совпало но хотелось бы реально чтобы они просто рандомились по издании ехали в какой-то последовательности просто вот то есть допустим сначала едет екм потом ездит какой-то номер потом либо же это был 502 понятия не имею ребят вот но мы посмотрим менюшки я покажу вам мы поговорим на этот счет смотрите опять екм едет по звукам судя по всему да посмотрим что следующее будет ехать я думаю что-то них немного и к мов в киеве как бы не так много их больше каких-то все-таки наверно старых подвижных составов ну а чё-то не знаю либо маршрут так составлены не знаю насчет реалистичности какой-то честно говоря ждем следующий подвижной состав посмотрим что будет давайте пройдем может быть чуть-чуть в конец платформы ну ладно давайте здесь будем вот так постоим подождем ну блин да хочется все таки чтобы еще такая вот мелкая придирка чтобы но люди были разного роста это было бы приятнее смотреть потому что ну так понятное дело то что игра но как идея как мне кажется это неплохо будет выглядеть вот такая вот история но опять же смотрите сейчас что-то приехать должно но по всей видимости час пик потому что довольно быстро поезда приезжают особо не приходится ждать вот опять приехал такой же подвижной состав ладно давайте выходить и будем смотреть да это обычный номер не это 502 наверно да либо либо номер либо вот это скорее всего 502 ну понятно скорее всего 81 717 модернизированный был даже не екаем вот екаем на них похоже очень согласитесь минимум отличий но можно различить по моему это был все таки екаем и это был по моему 540 такой поезд 502 непонятно короче надо пересмотреть более детально ребят но честно говоря это сложно хочется все таки видеть опять же в игре куда более узнаваемую технику не только по звукам но и по внешним каким-то критериям вот но да ладно я понимаю что это бетка давайте просто посмотрим купим еще несколько токенов не знаю сколько их можно купить вот пусть 12 будет токенов мы посмотрим на blue line хочу на вот эту станцию поехали короче да посмотрим здесь что будет по подвижному составу если будет все то же самое то это будет плохо потому что хочется видеть какое-то разнообразие все-таки по линиям подвижного состава вот потому что депо все таки отличаются кардинально разные моменты есть такие ну как-то ребятки так вот да поэтому посмотрим на подвижной состав но хотя бы радует одно то что по линиям есть отличия по оформлению станции и мы обязательно как-нибудь проедем полностью все сценарии но я просто смотрел то что на многих перегонах в начале разогнаться особо сильно не получится то есть 40 частота позволяет реально разгоняться немного и ну в итоге тормозить приходится довольно рано и поэтому как бы еще заметил счетчик fps внизу есть не знаю зачем это надо кому-то надо в 2d графики количество fps это чисто на колхоз разработчик да вот если это необходимо то я и сам могу узнать прекрасное количество fps но хочу сказать то что телефон нагревается поэтому разработчик пересмотри код пожалуйста что-то вызывает как бы сомнение у телефона вот да ну что я могу еще сказать наверное я немножко помешал вам со звуком поезда нету здесь светофор также видно насколько далеко можно выйти в туннель можно выйти в туннель это очень плохо можно тоже замутить эксперимент и раз такая есть возможность то мы посмотрим выйдем в туннель проедем станцию скорее всего если приедет какой-то поезд и далее мы залезем в туннель попробуем залезть туннель короче целая куча экспериментов где поезд поезда нету в чем прикол либо мне сейчас придется овер дофига ждать интервалы на этой линии но другие но мне же интересно какой поезд приедет интересно в туннель выйти я думаю что вам тоже вот и где где поезд тоже устал станцию переходить из раза в раз и люди сбиваются почему-то нам получается в середине станции что это нелогично максимально обычно в начале и в конце но как-то тоже непонятно так так идем но получается я не вижу поезда в чем прикол что за херня ну ладно где по где он вообще не намека либо это баг игры какой-то либо из-за того что это вылез ладно пошлите пройдемся то есть но по туннеле можно походить дальше что будет непонятно то есть либо мы сможем дойти до станции пешочком в туннеле вот либо нас собьет поезд ну понятное дело то что мы движемся медленнее чем движется поезд поэтому есть большая доля вероятности того что у нас скорее всего собьют если здесь есть такая проработка вот я понятия не имею насколько разработчик продумал этот сценарий но мы поезда не видим тишина вот смотрите голубой получается цвет у нас пропало обозначение станции на которой мы находимся вот поэтому мы довольно уже прилично отдалились и и поезда нету ну скорее забугалась наверное игра или и в чем прикол мы попытаемся дойти до станции можно так сделать или нельзя это мы посмотрим поэтому 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 сейчас будем дальше двигаться направлений конечно я понимаю то что скорее всего здесь перегон будет овер длинным вот и непонятно конечно роль светофоров в таком количестве либо в киеве так оно и есть но как мне кажется светофоры больше нужны для каких-то въездов на станцию въездов под обороты на тупики на другие съезды на другие линии на депо ну как-то я не знаю честно ребят долго идем но я думаю то что все таки есть в этом смысл какой-то мне кажется просто реально можно дойти вот смотрите еще один светофор но мы долго идем вы можете с этим согласиться и честно говоря я уже не особо хочу продолжать идти но почему тогда нету поезда либо это станция забаговалась либо непонятно что ребят но это отвратительно конечно хочется все таки видеть поезд какой-нибудь ну то есть я наверное не дойду все таки до станции хотя я не знаю как то думаю все таки что такая проработка есть но но блин сколько я уже иду хотя ну может быть я перегон выбрал не самый как бы как бы короткий для того чтобы реализовать данный поход вот на поезде все таки быстрее вероятно как бы ну где поезд тогда просто такой вопрос где он пока я уже иду и уже давно был бы поезд ну вот то есть по всей видимости конечно мы можем не сдаваться и продолжать идти но мне интересно все таки поезд поймать я уже понимаю что скорее всего и поезда и станции не будет просто какой-то баг вот не знаю телефон нагрелся прям очень хорошо вот поэтому очень даже похоже на то что это какой-то баг вот еще один светофор либо просто это знаете замкнутая циклическая картинка как скайрейли по такому же принципу реализовано скорее всего вот потому что игра весит не такое большое количество мегабайт и просто скорее всего есть несколько шаблонов буквально 3-4 количество перегонов и ну как-то не знаю станции все плюс звуки вообще я не понимаю как можно было это все уместить в такое количество мегабайт поэтому здесь скорее всего просто урезано все до максимума ну короче судя по всему реально то есть мы не дойдем ни до станции ни до чего поэтому давайте протестируем не знаю токенс давайте все таки попробуем green line ну и с конца давайте сначала с конца вот смотрите здесь есть получается 40 ограничение по скорости мы видим табличку светофор погашен сигнал к 2 к 6 и значит у нас посмотрим что приедет если приедет я км значит тоже такая же похожая ситуация то есть буквально пару-тройку поездов ну либо же это был все таки 81 717 модернайзет который подписан здесь так вот понятия не имею ну либо если не приедет поезд то это будет конечно печально ну да ну как то так ребятки вот поэтому о едет что-то едет смотрите едет крюковец это неплохо то есть есть разнообразие все таки спасибо значит видать это даже было просто на линии реализовано вот поэтому неплохо вопрос приедет что следующее и почему пассажиры кстати не только что же поезд был а пассажиры типа стоят ну ну ладно сейчас еще посмотрим что приедет но это уже какое-то разнообразие хочется конечно потестировать на каждой линии но что-то мы на второй линии не заметили попробуем конечно с конца еще но подождем что еще на этой линии есть что еще приедет из подвижного состава мне очень интересно ребят напомню конечно да под конец видео то что у меня есть свой телеграм-канал который моему вы можете зайти подписаться там проходит розыгрыш игры симулятор московского метро 2d вы можете поучаствовать подпиской благодаря на два канала и вы станете автоматически участвовать в этом розыгрыше вот поэтому ничего сложного условия довольно простые я ничего вам большого не прошу от вас и вам приятно и не тоже вот поэтому ну давайте еще подождем конечно ждать поезд это такое себе развлечение интервальные часы можно все-таки настроить да я считаю сделать их чуть чуть более реалистичными потому что они под стать графики не тянут вот смотрите приехал вот это давайте ладно пока мы помним это это вот это это вот это визуально я конечно не старался запомнить но это вот это вот такого у меня нету я такой не покупал но разнообразие в подвижном составе есть на вот этой вот линии возможно еще есть вероятность такой поезд встретить давайте попробуем так так токенс мы идем в режим пассажира давайте попробуем с конца так сказать ой не туда нажал так blue line окей вот посмотрим с конца герой от днепра называется станция ну вы скажите узнаваемая она или нет я ничего просто не могу сказать про киевское метро не был там ни разу ну подождем что-то приехать должно да приедет все таки смотрите другая фигня приехал другие звуки а если в тоннель выйти прямо при поезде то что будет вот мы вышли в туннель и поедет ли поезд и что нам будет ага смотрите то есть просто поезд просигналил интересная фича была вот но по идее все таки мне кажется можно дойти до станции просто перегон был очень длинный и скорее всего так просто совпало есть коротенькие перегоны где можно реализовать это все дело но это был длинный перегон вот собственно поезд был поезд был вот этот наверное такого у меня тоже нету поэтому или есть просто по звукам сейчас уценим да это этот поезд был по звукам я что-то не включил так так что-то я не включил салон кабина подождите тогда я не понимаю что за приколы были вот ну короче это был просто модернизированный номерной вот поэтому ребят такие вот дела то есть подвижной состав реально разнообразный это большой плюс вот но все таки хочется чтобы рандомилось оно потому что я запускал за кадром и все время была одна и та же последовательность составов вот то есть первый обязательно такой поезд я не знаю либо это просто какие-то совпадения нереальные были но на красной линии точно так было вот ну поэтому ребят всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оценивайте конечно же видео комментариями всем удачи пока пока